Дай почитать. По сути, единственным поэтом, собиравшим большие залы. При этом вход был платным. Он встретился со студентами педагогического института имени Ленина, а затем выступил в драмтеатре. Как всегда, скучно не было. Потрясающий, мощный голос, легко перекрывающий любой шум в зале. Большой диапазон от фальцета до баса. Он удивлял необыкновенным, иногда несколько прямолинейным остроумием. Исключительной памятью, особенно на стихи. Вятские очевидцы отмечали слаженную координацию движений, подвижность и быструю ходьбу Маяковского. Впереди у поэта поездка в Берлин и Париж, знакомство с Татьяной Яковлевой, а потом с Вероникой Поломской, премьеры Клопа и Бани, создание выступления к поэме «Во весь голос», многочисленные выступления до рокового 14 апреля 1930 года еще оставалось время. И, возможно, это самая удачная пора прочитать или перечитать книгу Дмитрия Быкова из серии «Жизелл. Маяковский. Трагедия букв в шести действиях». Как всегда, Дмитрий Быков субъективен. Множество авторских ремарок, комментариев, аллюзий и аналогий. И это уже личное дело каждого читателя – соглашаться или не соглашаться, принимать или не принимать, но не согласиться с тем, что автором проработан огромный корпус архивных материалов, документов, воспоминаний, что представлены уникальные факты – невозможно. В книге без малого 800 страниц. Композиция не столько хроникальная, сколько тематическая. Образ агитатора Горлана Главаря прорисовывается очень объемный, очень живой и какой-то по-настоящему близкий. Хотя ни на секунду читатель не усомнится. Маяк – великий русский поэт, самоубийством которого даже спустя 88 лет смириться нельзя. Книга из-за своей структуры может показаться хаотичной, и не надо ее читать как биографию поэта, а надо читать как любопытнейшую, разнородную информацию. Быков создает ощущение атмосферы того времени, сложных взаимоотношений, любви, зависти, тоски, но главное – он доказывает величие Маяковского и его поэзии, его благородства как человека. Итак, Дмитрий Быков, Маяковский, трагедия Буф в шести действиях. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать!